Женя, добрый вечер. А все мы уже начали сниматься. Здравствуй, Женя. Вот это животное, я не знаю, как его зовут. Я хочу, чтобы ты придумал ей имя. Я знаю, что ты кошек не очень любишь, не то, что не люблю, но как-то я прохлада к ним отношусь. Почему, предыстория какая-нибудь? Да нет, но у моей бабушки была кошка, сволочь и гадина редкая была. Вот я как-то с детства к ним не очень хорошо отношусь. А бабушка, это там вот на Динамо, где родился? Это даже не Динамо, это Войковская. Бабушка по какой линии? По отцовской. Ясно. А у тебя не было животных домашних? Нет, у меня собаки. У тебя собаки, да, ты собачник, так же, какие я. А кошки как-то, ну... Ну, видишь, ну ты, в отличие от меня, знал, что трехцветных котов не бывает и сразу определил, что это кошка. Вот видишь? Я закончил институт кошковедения. Ты не закончил медицинский институт? Да, и знаю, что вот кошки только трехцветные. Ладно, к концу эфира придумай ей имя какое-нибудь, я думаю, отдельное будет имя от тебя ей, я думаю. Ну, давай послушай, чтобы далеко не сказать, давай назовем ее Женя. А, кстати, да. Кошка Женя. Это же имя-то унисекс у нас. Конечно, конечно. Да, значит, хорошо. Значит, она между двумя Женями может загадывать все что угодно. Я думаю, она загадывает сейчас так, чтобы ей найти хозяева. Да. Вот, и мы ее назовем Женя. Очень отличный ход. Отличный, конечно. Видишь, вот что значит, голова работает. Голова работает, руки работают, пальцы работают, да. Слушай, а мы с тобой же кулачками должны были. Да, давай, да, чтобы в формате остаться, давай поздороваемся. Все, да. Вот, все ты помнишь. Конечно, помню. Ты знаешь, я пока еще головой не тронулся, я так думаю, поэтому... А вот с музыкантами этого не бывает, кстати. Нет, ни одного музыканта, у которого был там Альцгеймер, допустим. Ты знаешь, вот, видимо, там вот за счет того, что вы там включаете какие-то там особые участки коры при сочинительстве, исполнении, совершенно по-другому все это вот у музыкантов происходит. Ты знаешь, я, честно говоря, не отслеживал. Я знаю, что идиотов среди нас есть очень много. А по поводу... А по поводу... Хотя нет, наверное, кто-то, кто-то так потихоньку с ума сходят. Ну, я думаю, что медные трубы там не все проходят. Ну, думаю, да. От славы, это как бы... Это немножко другая тема. Я тебе об этом скажу лет через 15. Хорошо. А вот мы уже упомянули медицинский твой. Я знаю, что ты бросил, да, не доучился в медицинском. А если бы доучился, какая у тебя специализация была? Ты знаешь, я думаю, что я пошел бы по стопам всех своих однокурсников и людей, с которыми когда-то учился, бросил бы в конце концов медицину и стал музыкантом. Ну, то есть, а специализации на медиа там... Ты знаешь, ну, может быть, патологоанатомом, потому что, во-первых, клиенты поспокойнее. Ну, да. Потому что с живыми-то работать сам знаешь как. Мне кто-то рассказывал из твоих друзей той поры, что ты на самом деле помогал лечить кожно-венерологические заболевания товарищей, которые попадали. Да, у меня был специальный портфель. Такой, знаешь, саквояж Айболита. То есть, знания пригодились. Ну, конечно. И туда входил такой набор бухарского еврея, то есть, пенициллины и все, что связано с этой ерунду. И знаешь, я выезжал как доктор Айболит, знаешь. Ну, это давно было, очень давно. Ну, ладно, что значит давно. Ну, это смотря мы, что берем за шкалу. Понимаешь? Ну, смотри, у нас... Всего лишь в прошлом веке. В прошлом веке, да. Ну, это где-то середина 70-х. Середина 70-х — это же золотое время, на самом деле, не блюза, но рок-музыки. Да, да. Вот. А сейчас какое время в рок-музыке? Это время чего? Это время застоя? Это время забытия? Это время каких-то новых форм, которые все-таки появляются? Или не появляются новые формы? Нет, ты знаешь, появляются. Появляются и появляются какие-то совершенно замечательные команды. Вот сейчас, ну, наверное, это будет реклама. Идет IT-фестиваль. И с 1 сентября по 30 сентября каждый день идут концерты всевозможных звезд, начиная там от молодых и заканчивая Элтонами Джонами. Интересно посмотреть, насколько трансформировалась музыка, как меняется вкус. Нет, достойные, есть достойные команды. Я смотрю с удовольствием. Например? Ну, я вчера посмотрел «Арктик Манкист», посмотрел концерт «Леди Гага». Мне понравилось. Мне понравилось. Тебе понравилось как шоу или это все-таки музыка? Ты знаешь, она здорово поет, на самом деле. И шоу, и шоу у нее. Это немножко не мое, как ты понимаешь, потому что я люблю музыку попрозрачней. Поет ты меня озадачил. Вообще, мне странно, что ты перечислял свои любимые команды где-то в каком-то интервью, я не помню. И меня поразило, что люди, которых ты назвал, это все люди, по мне, не самые сильные вокалисты. Ну, Битлз, допустим, ты там назвал. Очень сильные. Как вокалисты? Очень сильные. Кто? Джон? Пол? Да и Пол, и Джон. Серьезно? То есть, большого труда стоило спеть, как Битлз, хочу сказать тебе. А мне казалось, что у них как бы вот, ну, так все. Нет, 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 там все по-взрослому. Ты знаешь, я слушал Битлз на пленках, вот, когда мы были на Эйби Роуте, я слушал их в чисте, так, грубо говоря. То есть, без инструментов. Как раз Джордж и Джайлз Мартин работали над мюзиклами «Лав», над спектаклем для цирка биталей. А, очень прикольная вещь, да. И мы в тот момент были там, и я послушал вот так вот, знаешь, вот в оригинале, как это звучит. Не единый лажа, вот идеально все. То есть, чисто, да? Да. Ну, ведь чистота, это ведь не все для исполнения. Там же еще должна быть какая-то, там тембр должен быть узнаваемый, что у Битлз было. Тембр узнаваемый, да. А вот смотри, мы с тобой говорили до эфира, вспоминали разных общих знакомых про Александра Борисовича Градского. У Саши там любимый певец «Стинг», который, опять же, да, ну, у него, как мне кажется, ну, что у него есть, как у певца. Ты знаешь, у него узнаваемый голос. Ну, слабенький очень. Да нет, я бы не сказал. Я, кстати, его творчеством интересовался еще с «Полис», вот как вышла эта «Регата де Бланк». Не, «Аутлендер Дамо», по-моему, первая пластинка была. Года 79-го, что ли, 78-го. Вот. И, конечно, конечно, он молодец. Молодец и здорово играющий, здорово придумающий. Я, к сожалению, не попал в 2007 году на концерт «Полис». Они же объединились и ездили в турне. Я не смог купить билет, потому что было все sold out. Продано просто раз и навсегда. Я надеюсь, что все билеты sold out на 19-е число. На твой концерт. Скажи, где он будет? Он будет в клубе под названием «Мюзик Таун», это Каланчевка 33. Место хорошее. Я там люблю играть, поэтому приходите, там хорошо все звучит. Полдесятого начнется, он и закончится когда? Абухова знает. А, то есть ты заранее? Я не знаю, мало ли, я заведусь, мне понравится публика, я буду играть долго. А бывает, что публика не нравится? Нет, нравится. У тебя же свои постоянные такие лояльные, что называют, слушатели, которые ходят там на все твои концерты. Ну, я бы не сказал. У тебя есть вот такой корпус, которым все равно, что там Гуля будет исполнять. Они вот приходят просто потому, что там тебя любят. Они приводят с собой новых, рекрутируют каких-то новых? Молодежь бывает? Бывает, как-то не странно. Почему странно? Ну, ты знаешь, я думаю, что я уже настолько устарел, оказалось, нет, молоднях ходят. То есть такой, знаешь, возрастной ценз от 7 лет до 82. Прямо 7 лет, то есть приходят с детьми. Дай пошутить-то. А, понятно. Не, ну, молодежь есть много. Нет такого преобладания, скажем, людей пожилых, как я. Ой-ой, как мы кокетничеились, как я. Вот как она, как Женя, да. Ну, так что ходят нормально все. А у нас есть молодежь талантливая на сцене. Я имею в виду, сейчас уже не глобальную индустрию, а знаешь, что ты любишь только западную музыку слушать. Почему? Нет, нет. Нет, я когда был писателем и писал музыкальные рецензии в журнал «СВ», я это делал 4 года. Вот, я отслушивал очень много наших артистов. То есть я брал, естественно, какие-то фирменные альбомы и обязательно один какой-нибудь российский артист. И слушал много, попадалось хорошее, куда это все делать. Но, ты понимаешь, проблема в том, что очень много появилось англоязычных команд. У нас. У нас, да, которые ориентированы уже, скажем, на западную индустрию. Но проблема в том, что когда ты начинаешь слушать наши команды, ты представляешь, откуда растут ноги. То есть на кой хрен мне, я извиняюсь, слово на кой, слушать какой-нибудь радиохэт из города, ну, я не знаю, курган, когда есть радиохэт английский или американский, понимаешь? Скажи, а допустим, вот, ну, там, вы начинали в «Машина времени», это сразу, хотя, ну, я считаю, что можно считать, что ты тоже начинал, хотя ты не был там прям в первом составе «Машины времени», но у «Истоков» стоял. Это разве не были заимствования все-таки какие-то традиции западных? Это разве была аутентичная музыка твоя? Конечно, заимствую, да. Значит, это нормально, просто дело не в том, что, а как? Ты знаешь, нет, тут несколько другое, потому что мы же слушали западную музыку, и хотелось, естественно, повторить такое, потому что у нас звучало в то время, ты прекрасно знаешь. Хотя, хотя я люблю слушать вот старые советские песни, очень люблю. Я тут недавно, знаешь, что я сделал? Я закачал себе часов, наверное, шесть советских песен. Куда? МП-3? Сделал себе МП-3 для путешествий, машину вставляешь, и прекрасно все идет. Западная музыка не слушается вообще, какие-то радиостанции тоже не уходят, а вот любимый совок идет просто прелестно. А ходят легенды, что ты слушаешь исключительно винил и выпускаешься теперь только на винил? Нет, винил я слушаю всегда, в домашних условиях, а представь идиота, таскающего в автомобиле виниловый проигрыватель. Да, это сильно. Слушай, я тут недавно, кстати, я не помню где, я увидел переносной виниловый проигрыватель. Это вот такая хрень, похожая на чемодан-дипломат, куда вкладывалась эта пластинка, два динамичка таких, транзистор. Не знал, что существует. Какой-то, какой-то, я не знаю, Гриундик, Филлипс, черт его знает, вот из старого. Прикольно. Прикольно, прикольно. Ты, кстати, упомянул «Роллинг Стоунс», и я вспомнил байку, не знаю, правда или нет, ты мне сейчас скажешь, что однажды то ли на таможне, то ли еще тебя узнали и спросили. Не на таможне, а на Домодедово. Так, ну да. В Домодедово мы куда-то вылетали лет 10 назад. И тетка, которая регистрирует билет, так смотрит, я говорю, что-то рожу у тебя знакомая. Играешь где? Я говорю, да. А где? В «Роллинг Стоунс» Ага, я знаю, слышал. Я промазался, да, я примазался к славе. Вот смотри, удивительное дело, что «Роллинг Стоунс», ведь они до сих пор вместе, да? В чем ты считаешь секрет того, что не то, что они продолжают играть, а то, что они вместе продолжают играть, вот в отличие от вас? Ты знаешь, ну, во-первых, Другая ментальность, что ли, черт его. Ну ладно, у «Битлз» не та же ментальность, что они распались, проиграв 5-6 лет вместе, в общем, фактически. Не, ну там жены и прочее, прочее. А здесь, ты знаешь, по-моему, у какого-то режиссера, который был страшно рафинированный, страшно рафинированный, в советское время, по-моему, Аскольдов, если мне... Ну, я могу перепутать, неважно. И он был всегда такой, знаешь, вот благодушный, хорошо одет, и всегда от него вкусно пахло духами, и в результате, в общем, его посадили в сталинское время. Выпустили спустя, там, 10 лет, и друзья, конечно, спрашивают, как вот ты сидел в лагере, вот, ты же такой чистюля, а там грязь и прочее. Он говорит, ты знаешь, привонялся. Вот, я думаю, что ровни привонялись. Хорошо, что они на этот эфир, я думаю, не услышат, что они сейчас достаточно плотно играют. Я знаю, что, я где-то прочитал, но, может, это слухи или нет, что они должны посетить Москву. Вы тоже будут в Мюзиктауне? Да, да. Вот, я на концерт им попасть не смог. Они играли в Бостоне, а я не смог именно вылететь вот в этот день, и полетел только на следующий день. Я их очень хочу послушать, потому что они все-таки забавные, зажигательные. Это такое, в общем, Джаггер, это такая феноменальная, конечно. Да нет, они все хорошие. Да, вот Кейт Ричард выглядит, как человек, который столько не живут, там, невозможно даже сказать, сто ему лет, или сто пятьдесят. Ты знаешь, это уже неважно. Я, кстати, прочитал вот книгу, которая называется «Всё жизнь». Он хорошо, хорошо пишет, достаточно неплохо книга переведена. Она вышла у нас на русском языке. Ну, то есть, есть чего поучиться, хочу сказать. А мы с тобой до эфира как раз говорили про мою книгу. Да, да, мне подарил, мне Женька Додолев подарил книгу про Градского, я буду её сегодня читать. А я думаю, вот что... Нормальная реклама сделала. А, да, отлично, спасибо. Спасибо. Я вот что думаю, смотри, ты же очень пишущий человек. Это же, на самом деле, очень выгодно. Я как книгу про Градского сделал, я написал, тослал ему, а он фактически половину книгу написал, он свои там, да это врёт всё, Макаревич, было не так там, да Буйнов там, ну, вот про... И всё, с тобой же, наверное, тоже такой же номер можно проделать. Я что-то набросаю, тошлю, а ты половину книги, наверное, напишешься. Почему? А я не буду читать, а скажу тебе, пожалуйста. А-а-а, то есть того не получится. Ты знаешь, нет, ну, самые лучшие... Прячьте обработку, обработку не удастся. Лучшие критики, ты знаешь, да? А-а-а, я сейчас заседаю в Букеровском комитете, а как-то так получилось, что там критик, два серьёзных писателя и какой должен быть босяк от искусства со стороны. А-а-а, вот я как раз со стороны от искусства, слушай, я такого количества не читал давно. А-а-а, просто... Ну, хорошие есть вещи? Ты знаешь, попадается, попадается, в основном, конечно, много графоманства, вот, поэтому лучше не читать, но не могу, приходится, приходится. Лучше не читать и писать, сказал он. Ну да. Но ты уже не пишешь, да, что ты же вёл колонку в саквояж. Я вёл, да, мне потом просто надоело. То есть, знаешь, у меня, вдруг я себя поймал на мысли, что вот время Че, вот 22-го там числа, любого месяца я должен был сдавать статьи. Дедлайн. Да, кровь из носа. Я вот изнемогал, изнемогал, потому что я забывал, не успевал, и вот за ночь там заставляю жену редактировать там прочее и прочее. А, кстати, про жену. Где-то я или читал, или слышал в одном из твоих интервью, что Аня имеет право вето на любую твою работу, что если ты показываешь ей какую-то песню, она говорит, что это не покатит, то ты откладываешь это или это перебор. Да, потому что я ей показываю обычно уже то, что нравится мне. Я на ней проверяю всегда. Вот, а так как история вдохновения, понятие круглосуточное, если у меня что-то щёлкнет часа в 4 утра или в 5, я обязательно её разбужу и говорю, сиди и слушай. Вот, ну и что, такого не было, чтобы она что-то забраковала, и это... Ты знаешь, ну, иногда бывает, а кто на это обращает внимания? Она сама тоже у тебя человек, который занимается, в общем-то, искусством. Ну да. Расскажи немножечко. Она занимается керамикой, она делает керамические замечательные картинки. Замечательные картинки. Сейчас стала делать головы, тоже керамические. Головы? Да. Как-то очень мило, очень достойно. Делается всё для себя. Ну, прям для себя, то есть она же выставляется. Она выставляется, да, но в основном для себя и для подарков друзьям. То есть это такое нормальное хобби. Получается замечательно. Я просто... К чему сейчас, к твоему отношению? Мой лувр, у нас есть домашний лувр. Домашний лувр, он где расположен? В московской квартире? В московской. Вот сыну твоему не понравилось в кино сниматься. Вот я хотел знать, почему у вас с Аней сын совершенно от шоу-бизнеса увиливает всячески. Он финансовый аналитик там. Ты знаешь, ну, как-то его цифра значительно интереснее, чем вот эта вот байда, которая называется искусством. Ну, в кино он снимался с твоей подачи? Нет, нет, его Горыныч, Гарик Сукачев отобрал, да, чтобы он сыграл своего папашу. Ага. И он сыграл меня. Вот, потратил на это целые сутки. То есть он молодого Жени Маргурица. Да, он сыграл как раз именно меня в том самом возрасте, именно в том времени. Но ему не понравилось, потому что, ты же знаешь, как у нас снимается кино. Что такое площадка, что такое мотор, свет ушел, это сломалось. В общем, в состоянии такого периодического стендбая, да. То есть занятий минут на 40, а ожидаешь своего выхода там часов 15. И Даньке, конечно, не понравилось. Он сказал, что полная ерунда, и сниматься он больше не будет. А у тебя опыт работы в кинематографе. Насколько я понимаю, с Тодоровским ты делал саундтрек к Стиляго. Да, да. А понравилась тебе такого рода работа? Нет. Почему? Ты знаешь, не понравилась. Валерка замечательный парень, но в музыке не рубит совершенно нифига. Он отличный, я его обожаю. Замечательно, но работать с ним страшно. Трудно, потому что парень нервический. Я говорю, что если ты меня отберешь, приглашаешь на что-то, ты же знаешь, кто я и что я. Поэтому доверяй мне, либо найди себе кого-то другого. Но я придумал сам концепт этого фильма, то есть отобрал песенки. Прямо концепт всего фильма. Ты сейчас не про саундтрек говоришь, а прям целиком проработать. Про саундтрек именно. А, так. Про саундтрек. Потому что у них там были какие-то идеи написать новые композиции, кому-то там заказывать. Я сказал, нифига из этого не получится, потому что 1957 год. Музыку такую никто не напишет, потому что это музыка старая. Объяснить молодому поколению, за что сажали и что это были за песни, не получится, потому что rock around the clock. Помнишь эту композицию? Ну да, конечно. Так вот за нее сажали. Почему? Обычная, легкая, дурацкая музыка. Поэтому я сказал, что вот идея такая, что надо взять нашу советскую рок-музыку, вот как раз конца 70-х, начало 80-х, когда это было все запрещено, брать нервические композиции, вот самые нервические, и делать из этого саундтрек. Они сказали, ну конечно идея хорошая, но как, что, пытались заказать в консерватории. Я знаю, ну тот, кто в консерватории, тот умеет музыку написать, понимаешь, что полная ерунда была. Вот, я их уломал, отобрал песенки, но сломался я на моменте, когда они вдруг решили, что нужно переписывать слова, где-то менять. Причем это же какие-то классические, ну классические, в смысле советские, но классика, которую знают. Я понял, что надо валить. А, то есть ты не завершил работу? Нет, я сделал всю эту историю. Ну ты же там в титрах значишься как, понятно, то есть ты причастен к этому. Я вообще не понимаю, как музыка пишется, потому что вот я очень завидую людям, которые могут, потому что музыка это что-то божественное, которые могут что-то порождать, чего до них не было. Ну зато я книжки писать не умею, хотя я не пробую. Да, книжки это вот, вот это вот у тебя точно получится, я не сомневаюсь. Ты меня благословил, спасибо. Скажи, вот ты как блюзовый музыкант, наверное, считаешь, что текст вообще, да, очень, ну дело второе, третье, или все-таки текст значит что-то? Нет, ну текст, конечно, значит что-то. В твоей музыке он значит что-то? Ну думаю, да, думаю, да. Если, допустим, распределить доли, вот там, имеет значение 70% музыка, то есть мелодия, аранжировка и 30% текст, или с какого-то соотношения? Ты понимаешь, скажем, история русского языка, она совершенно другая, вот вспомни, что мы слушали в детстве, мы слушали там Битлов и Ижи с ними, мы нифига не понимали, о чем они поют, абсолютно. Я выучил язык, потому что хотел понимать, и английский выучил, потому что был бетломаном. А так мы не понимали, не врубались, и нас сцепляла вот музыка, как они все это делали, энергетика. А когда стали петь по-русски, надо же все-таки петь не какую-то фуфло, а что-то человеческое. Если человеческое получается и музыка хорошая, то я считаю, что это успех. Ну у тебя получается, мы 19-го с Женей придем, если до этого времени, если после эфира вот ее не заберут, то я даже знаю, не любовь твою к кошкам, я принесу ее на концерт. Благословить. Да, пусть она узнает, какой ад вообще вот этот вот рок-концерт. Какой ад это ваша музыка? Спасибо, Женечка. Нет, с точки зрения кошки, с точки зрения кошки. Человек и кошка. Ей здесь вот мы в боем-то достали, видишь, она пытается как-то вот нас покинуть. Ну если ты дал бы ей какой-нибудь еды. Я сейчас дам, наверное. Сейчас вот после эфира я думаю, что она заработала. Вот, огромное тебе спасибо. Спасибо. Я считаю, что я заработал себе кофе, вот, а ты заработал себе славу и любовь нашу. Благодаря тебе, благодаря Москве-24. Приходи к нам на живой звук, у нас есть такой по пятницам, а я зову. Вот, приходи, у нас по пятницам есть... Лешка, ты слышал? В этой же студии зафиксировано? Мы договорились или нет? Да, договорились. Все отлично.